Граф Павел Иванович Тизенгаузен, действительный тайный советник, сенатор, старший брат героя Устерлицкого сражения графа Ф. Тизенгаузена, жизни, карьера, сын обергофмейстера двора графа Ивана Андреевича Тизенгаузена от брака его с баронессой Екатериной Ивановной Штакельберг. С рождения был записан в гвардию, в конный полк, в 1781 году переведен в Семеновский полк, с 1792 года прапорщик, в 1798 году в чине штабс-капитана был определен в адъютанты к великому князю Александру Павловичу. В 1799 году полковник Тизенгаузен принимал участие в итальянской компании А. В. Суворова в качестве волонтера при главной квартире, был отмечен в рапорте князя П. И. Багратиона о сражении при нове, награжден мальтийским командорским крестом, орденом С. В. Анне 2 С. Т., сардинским орденом С. В. Маврикии и Лазаря за швейцарский поход, орден С. В. Анне 2 С. Т. с алмазами. 15 октября 1800 года произведен генерал-майор и назначен шефом мушкетерского полка, но на следующий день отставлен от службы. По болезни, в 1801 году Александр I вновь принял Тизенгаузена на службу и назначил комендантом в Ригу, а через год – в Ривель. В 1805 году Тизенгаузен снова вышел в отставку, поселившись в своем имении Гросс-Саус в Истиляндии. Он был выбран в предводители дворянства и вошел в комиссию по освобождению крестьян. В 1815 году ривельский генерал-губернатор принц Льденбургский, представляя Александру I проект закона о крестьянах, особенно отметил графа Тизенгаузена его труды по преодолению трудностей и препятствий в подготовке закона проекта, его неутомимую деятельность и испытанное благоразумие. За свои труды по подготовке освобождения прибалтийских крестьян в 1816 году Тизенгаузен был награжден орденом С.В.А. на одной степени. 5 ноября 1827 года он вернулся на службу с чином тайного советника и назначением сенатором исполнял агентурные поручения Хайбенкендорфа. В 1832 году за труды в комитете по составлению проекта общего устава евангелическо-лютеранских церквей в России получил орден Белого Орла. В 1833 году он стал президентом Евангелической лютеранской генеральной консистории. В 1835 году и 1839 году заслуги графа в служебной деятельности были отмечены наградами, орденами С.В. Владимира Двеста и С.В. Александра Невского. 5 декабря 1843 года Тизенгаузен был произведен в действительной тайной советнике, а 21 апреля 1845 года по прошению вышел в отставку. Скончался в Ревеле 30 ноября 1864 года. Оставил после себя воспоминания на немецком языке о Суворовской компании 1799 года в Италии по ходе в Швейцарию и о своем в них участии. Семья. С 8 октября 1803 года женат на графине Юлии Петровне и Палин Фрелине, позднее статсдаме, дочери генерала Петра Алексеевича Палиной и баронессы Юлиана Ивановна Шопинг. В браке имели троих сыновей и четырех дочерей, которые по словам современницы, были очень красивы, но с слишком длинными ногами. И Жуковский сказал о них, они очень хороши, но жаль, что нижний этаж вверх просится. Елена Павловна Фрелина, статсдама, а с 1829 года замужем за генерал-лейтенантом Г. Захаржевским. Аделаида Павловна, а с 1832 года замужем за графом Андреем Ивановичем Штакельбергом, умерла от родильной горячки. Эдуард Павлович, флигель-адъютант, полковник, женат на графине Люции Монтейфель, дочери генерала и почрицы графа Игудовича. Наталья Павловна, а с 1835 года замужем за графом В.Н. Паниным. Федор Павлович, поручик Семеновского полка, а с 1837 года женат на Марии Карловне Липхарт. Юлия Павловна, замужем не была, всю жизнь прожила в Ревеле вместе с родителями. Петр Павлович, ротмистер, с 1843 года женат на фрейлине графине Луизе Владимировне Кноринг, дочери, источники, русские портреты 18-19 столетий, Ист, Вел, Каэн, Николая Михайловича, СПБ, 1906, Т5, В5, номер 203, Мурзанов и на словарь русских сенаторов, 1711, 1917 год, материалы для биографии СПБ, 2011, С.